Приветствую вас! С одной стороны, мне думается, что он не хочет ничего делать, потому что вы изначально поставили себя так с ним, что он может ничего не делать. Вы изначально поставили себя с ним в отношениях так, что сами, по-видимому, делали какие-то вещи за него, и, как бы, простить человека сделать его, как бы, мужскую работу, как вы говорите, простить, это уже крайняя мера. Потому что, мужчина, если он заинтересован, например, в создании семьи, если он является вашим партнером по здоровым отношениям, он не нуждается в том, чтобы его просили, он, в общем-то, сам все сделает. Вот. И здесь, в первую очередь, то, что, на что нужно обратить внимание вам, это на то, как вы ставите себя в отношениях, как вы ставите себя в отношениях с мужчиной. И с каким мужчиной вы выстраиваете эти самые отношения, потому что ваш мужчина производит впечатление достаточно такого инфантильного человека. И, как бы, это не то, чтобы плохо. Это не то, чтобы плохо. Просто вам, совершенно очевидно, такой тип не подходит. Вам, совершенно очевидно, нужен другой мужчина. Вот. И, получается, что вы, выбирая мужчину одного, да, то есть, вы выбирая, ну, человека одного, ждете от него совершенно другого. Вот. На мой взгляд, это является ключевой вашей ошибкой. То, что мужчина, по сути, не хочет нести за себя ответственность, не хочет нести ответственность за семью свою, не хочет ничего делать, да, а вы от него этого ждете. Вот. То есть, вам необходимо перестать быть для него родителем, потому что вот этот вопрос ваш, почему он не хочет ничего делать, это вопрос, ну, про родителей. Это вопрос про родительское поведение. Вот. Если вы с ним себя ведете как родитель, то нет ничего удивительного в том, что мужчина не хочет ничего делать, потому что он чувствует себя ребенком. Собственно, может быть, он этого и хотел, и изначально чувствует себя ребенком. Вот. Кто знает. Ну, тем не менее так. Ответ на ваш вопрос кроется во характере вашего мужа и в том, как вы выстраиваете отношения с мужчинами, я имею в виду. Вот, потому что, ну, то, что вы описываете, да, это определенно следствие, это не сама история, вот, а предыстория этого всего, именно предыстория, она, ну, на мой взгляд, нуждается в исследовании, потому что без понимания того, какие, какие у вас отношения, как они складывались, вам нельзя дать никакой рекомендации, к сожалению, вот, вот так вот, то есть вы не на мужа смотрите, а на себя, на свой вклад в отношения, вы не на мужа смотрите, а на его поведение, а на себя, на то, какое вы отношение к мужу демонстрировали, и как вы устраивали с ним отношения, что позволяли, например, ему, а что не позволяли, вот, вот это важно, на самом деле. Вот, так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете, а, я надеюсь, что это было полезно, если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь, а, соответственно, вопрос, почему, да, он здесь является некорректным, вопрос, эээ, немножко в другом, вопрос в том, что делать дальше, вопрос заключается в том, эээ, собственно, как быть дальше, то есть, что делать, чтобы что, что вы хотите получить, она какая-то цель, цель разобраться в себе, цель гармонизировать отношения, мы смотрим, а вопрос, почему он вам, на самом деле, ничего, ничего хорошего не даст, ну, вы узнаете почему, почему, ну, поймете вы, почему он так себя вел, а что дальше, дальше ничего, да, если не будет каких-то, ну, более, таких, четко, четко, сформулированных, эээ, целей, вот, поэтому это, это нужно учитывать, это нужно обязательно, ээээ, продабатывать этот момент, необходимо, вот, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи.